На улице Рихарда Зорге в рамках нацпроекта образования продолжается строительство новой школы. Учебные заведения будут рассчитаны на 600 учеников, оборудованы тремя спортивными залами. Во дворе планируется устроить пришкольный стадион. Также здание будет полностью оборудовано всем необходимым для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья. Сделаны все земляные работы, сделан нулевой цикл. Это подготовка для того, чтобы на следующий год можно было начинать возведение стен и дальше идти. Нулевой цикл – это уже полностью готовый объем работ, позволяющий дальше возводить все стены и переходить к отделочным работам. Напомним, конкурс был разыгран в сентябре. Подрядчиком стала строительная компания ТСК. Она хорошо зарекомендовала себя, сдав дорогу на улице Семашко раньше срока. Строительство школы обойдется в 582 миллиона рублей. В этом году на возведение здания выделили 82 миллиона из областного бюджета. Когда подрядчик выполнил все запланированные работы с опережением графика, администрация обратилась в область с просьбой направить дополнительное финансирование в размере 20 миллионов, чтобы сдать школу раньше намеченного срока. В этом году мы выполнили на 102 миллиона объем работ. Работы все выполнены качественно, все выполнены в срок. И есть предпосылки, что и дальше все так же будет успешно двигаться. Работы по строительству новой школы будут продолжаться и зимой. В планах у подрядчика до нового года закончить укладку фундамента и приступить к возведению стен. Проект рассчитан на три года, перенести уже на 2021 год. То есть, чтобы в зиму мы 20-21 года ушли уже, чтобы школа имела закрытый контур, чтобы было там отопление и вот эти осенние, зимние месяцы можно было бы внутри школы проводить работу. Планируется, что в сентябре 2021 года ребята пойдут в новую школу. Канал 16 будет следить за развитием событий. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.